Эксперты предупреждают, что пандемия ставит мир под угрозу широкого распространения голода библейских масштабов. В Америке растут опасения по поводу поставок продовольствия, особенно в мясной промышленности, так как мясокомбинаты закрываются. По мере того, как растет нехватка провизии и развивается голодный кризис, по всей стране растут очереди за едой. Самым быстро растущим бизнесом в Америке сегодня являются продовольственные банки. Но по мере того, как поставки сокращаются, а спрос растет, многие такие банки закрылись из-за отсутствия поставок, пожертвований и волонтеров. Те, что остались, зажаты между дефицитом и растущим спросом от нуждающихся семей, ведь из-за пандемии более 26,5 миллионов американцев остались без работы. Нехватка продовольствия уже начинает расти, поскольку продовольственные банки переполнены голодными людьми. Невиданный ранее объем американцев штурмует продовольственные банки. И это только начало. В ближайшие месяцы будет намного хуже. Только в марте продовольственные банки по всей стране распределили более 379 миллионов завтраков, что на 20% больше, чем обычно. 54 миллиона американцев могут остаться голодными из-за пандемии, включая 18 миллионов детей. В течение пяти недель за пособием по безработице обратилось 26,5 миллионов человек, ведь экономика повстречалась с новой депрессией. Только в Лос-Анджелесе 50% населения безработные. Миллионы американцев изо всех сил пытаются достать еду к ужину, а заводы по переработке пищевых продуктов точно так же пытаются поставить им еду, несмотря на все закрытия, связанные с ковид, только в одной части Среднего Запада. В Нью-Йорке, к примеру, спрос в таких банках вырос на 100%. Грядет американский голодомор. Нет рациональной причины закрывать бойни из-за нескольких случаев вируса, ведь мы же не закрываем их ежегодно из-за эпидемии гриппа. Нами играют, ребята. Они разведывают и отключают критически важные части цепочек поставок продуктов питания. И не закрывают настоящие векторы распространения вируса, например, почту и Амазон. Все готовят курицу перед едой, но никто не готовит почту. Это преднамеренная атака цепи поставок продовольствия для американского народа. Нет ничего тираничнее, чем угрожать людям голодом. Люди сами должны о себе позаботиться. Но с другой стороны, это ваш шанс научиться быть самодостаточным и выращивать свою собственную еду в своем собственном саду. А если у вас хватит земли, то может даже цыплят разводить. Правительство и банкиры украли вашу пенсию, накопление и будущее, а теперь хотят и голодом заморить. Еда и вода теперь универсальное оружие. Вот что происходит, когда власть скорее доплатит вам за больничный, чем за рабочий день. Завод по переработке пустует, а в продуктовом пустуют мясные отделы. Любые сомнения в том, что правительство есть проблема, а не решение, должны быть стерты. Налицо грубое несоответствие имеющихся ресурсов. Почему мы платим 26 миллионам безработных за то, что они сидят дома и смотрят телек, этим самым уничтожая цепочки поставок из-за нехватки рабочих? Но опять же, как еще вы разрушите экономику, если не будете подкупать неквалифицированную рабочую силу на домашнюю изоляцию? Почему обработка пищевых продуктов не попадает под категорию основных работ и, следовательно, остается открытой? Вот в перерыве между повышением цен на продукты, безработицей и трудными временами они вдруг подумали, а давайте убьем весь наш скот и сожжем в ритуальном огне. Думаю, правильное название для задумки игры – выкуп или откуп. Либо подчиняйся растущей технократии и питайся с жуками, либо защищай свою свободу и закончи свои дни в лагерях. Не хочешь голодать? Так провакцинируйся и встав чип, нравится тебе такое или нет. Нет. Популяции на огромных фермах сократились в этом месяце после того, как перерабатывающие предприятия были не в состоянии принимать цыплят из-за снижения производительности. Депопуляция? Мы говорим о курах или людях? Думаю, мы одно и то же. Фермы просто отбирают у миллионов американцев под предлогом вируса, и население даже не представляет, с каким масштабным злом оно вот-вот столкнется. И даже когда оно его узрит, то не поймет. До пандемии только один из семи американцев зависел от продовольственных банков, а теперь эта цифра утроилась. Миллионы американцев строятся в очередь за провизией, а тем временем тонны еды гниют на полях. Фермеры уничтожают продукты, выливают молоко и отбирают скот, потому что пандемия перевернула цепочки поставок, из-за чего многие не имеют возможности доставить урожай на рынок и продать его. Вот что мы имеем. Длинные голодные очереди и уничтожение еды фермерами. Национальная гвардия занялась продовольственными банками страны, чтобы гарантировать целостность цепочек поставок, и чтобы логистические каналы питания могли продолжать раздачу пакетов помощи работающей бедноте. Но как насчет размещения этой работающей бедноты на мясокомбинатах, молочных и птицефермах? Как насчет посадки и сбора урожая? Или это запланированный голод? Может быть это департамент голодомора? Борьба со страхом нанесла необратимый ущерб экономике. Очень большое количество американцев сейчас испытывают нехватку провизии. Продовольственные банки тоже находятся в острой нужде. Цены на продукты в магазинах стремительно растут. Люди буквально голодают и разоряются. Фермеры горюют, что не могут заставить рабочих мигрантов собирать урожай, и не могут продать этот урожай из-за коронавирусных ограничений. Теперь они уничтожают еду, пока люди голодают. Фермерам стоит сажать наполовину меньше с этой длительной атакой малых предприятий и бизнесов. Половина ресторанов никогда не раскроют тайного плана власть имущих сократить средний класс и еще больше обогатить богачей. Говяжьи, свиные и птичьи фермы повсюду закрываются. Это похоже на преднамеренное продовольственное сокращение. Это ручной продовольственный кризис. У фермеров очень дорогостоящие затраты. Упаковка, транспортировка, а затем и пожертвование их урожая вызовет дополнительные трудности для фермеров, скорее всего, банкротство. То, что происходит с пищевым промышленным комплексом, является ничем иным, как коллапсом спроса, как и в случае с нефтью. Например, нет места для размещения всей продукции, на которую рассчитана отрасль. Они запирают вас всех по домам и забирают у вас работу и деньги. А по телевизору они лгут о том, что посылают вам финансовую помощь, в то время как их дружки получают миллиарды. И в качестве последнего оскорбления они вооружили американцев, которые охраняют запасы продовольственных банков. Еда, как оружие. Вот что делает правительство, когда порабощает своих собственных граждан. Карантин — это мера, применяемая стелью ограничить перемещение больного. Тирания — это ограничение перемещений здоровых. COVID-19 — это самый грандиозный козёл отпущения за всю историю. Реально распространяющийся вирус страшен, но не так, как то, что они делают в ответ. Реальная угроза — это не вирус, а ущемление наших гражданских свобод. Если хоть раз откажешься от своих прав и свобод, тяжело будет их вернуть назад. Мы можем никогда и не вернуть эти гражданские свободы. Сейчас мы берём кредиты по цене будущего наших детей, чтобы закрыть общество по домам с целью не допустить прохождения серьёзного гриппа через всю нашу популяцию. Но вопрос также и в том, откуда возьмутся все эти деньги. Мы уже начали третью мировую, но ещё этого не поняли. Это война против нас, людей. Неспособность подготовиться, а есть подготовка к провалу. Пока не пришёл COVID-19, голодные очереди аккумулировались в талонах на еду. Теперь нас ждёт новая реальность. Сейчас все мы превратимся в коммунистов с очередями за хлебом. Это план голодовки. Всё было запланировано. Они так или иначе добьются желанной инфляции. Массивной пищевой инфляции. Начните контролировать цепочку поставок, чтобы спугнуть овец. Они хотят удвоить цены на еду. Чеки на 25 тысяч долларов могли быть отправлены каждому американцу из тех 8 триллионов, которые они напечатали крупнейшим корпорациям. Вместо этого банки и мультинациональные корпорации получили бесплатные деньги, чтобы удержать рынок акций. Для того, чтобы Трамп снова мог оседлать предвыборную гонку 2020 года. Да, вот так и поднимается Америка с колен. Точно так же она справлялась и с Великой депрессией. Продовольственное потребление в этой стране подобно нефтяному. Такое же огромное, расточительное и неустойчивое. За последние 50 лет жизнь в США стала расточительной, чрезмерным мирком фантазии о нереальности. Люди употребляют мясо каждый день по три раза в дню. Реальность такова, что если бы американцам приходилось выращивать, убивать, чистить и готовить даже те 30% мяса, что они едят, мир был бы совсем другим. Эти мерзости, которые они называют фермами, где миллионы животных обрабатываются по конвейеру, никогда не были бы долгосрочной перспективой. Люди тешат себя мечтой, что могли бы жить такой жизнью вечно. Я убежден, что глобалисты и так воплотят в жизнь то, что, по их мнению, и должно было бы наступить так или иначе и безо всяких вирусов. Коллапс производства энергии, нефти, продуктов питания из-за неустойчивости может привести к массовой выбраковке человечества. Здесь замешана куда большая сила, чем сам Вашингтон. Нам стоит скорее проснуться и построить соответствующие планы. Мы только в начале этого кризиса. Представьте, как все идет по вашему самому худшему сценарию и накиньте сверху еще 10%. Все предыдущие жертвы Великой Депрессии давно мертвы и похоронены. Сегодня мы о них позабыли, живем и даже не можем вообразить ту боль, которая может прийти. Во время Великой Депрессии в 1930-х годах, когда население Америки составляло лишь десятую часть от современной, охота на животных чуть не привела к их вымиранию. Продовольственные банки и благотворительные организации управлялись частными организациями вроде церквей. Достаточно взглянуть на печальное положение дел. Правительство разрушило все, что нам дорого, включая благотворительность и заботу о нуждающихся. Они заставляют нас выбрасывать хорошую еду из-за правил питания, а затем создают дефицит путем регулирования. Они должны быть в ответе за каждый недуг в этой стране. Во-вторых, пищевой шок приходит как раз под время открытия ресторанов. Это большая потеря, учитывая, как дорого они закупались, а теперь ни одного клиента не будет. Чтобы было ясно, эта проблема не была вызвана COVID-19. Эта проблема была вызвана тем, что федеральные правительства и правительства штатов закрыли все предприятия и уволили сотни тысяч людей. Добавьте к этому закрытие всех продовольственных площадок, потому что у кого-то там были опасения подхватить вирус. Никогда в жизни правительство не прекращало поставки продовольствия из-за гриппа. Это все было спроектировано. Еда как оружие. Власти делают это, чтобы поработить своих граждан и заставить подчиняться. Это спланированный голод. Сперва они придут за свиньями, я ничего не скажу. Потом придут за курами, я тоже промолчу. А потом и за буренками, я снова проигнорирую. Когда они придут за соей, не останется никого, чтобы выразить протест. Меня зовут Богатищий Ди. До скорого.